всех приветствую продолжаем рассматривать работы художников роберт фредерик блю американский художник родился 9 июля 1857 года был одним из самых молодых членов национальной академии дизайна президентом ассоциации художников пастели членом общества американских художников и американского общества акварели данные беру из переводной википедии родился в цинцинате штат агайо 1957 году некоторое время он работал литографской мастерской учился художественной школе дизайна макмикена цинцинате и пенсильвандской академии изящных искусств филадельфии но был практически самоучкой ирана проявил большой оригинальный талант поселился в нью-йорке в 1879 году выполнив там свою первую работу для сыновей чарльза скрипнера а следующий год отправился в единицу где выполнял рисунки пером и акварелью после 1880 года он совершил множество ежегодно поездок европу вернулся в венецию в 1881 году а уже на следующий год посетил таледы и мадрид 1884 посетил ниверланды 1890 посетил японию и провел там три года много лет интересовался этой страной и его искусством его первые опубликованные наброски японские жан и леров появились журнале с ты не халас его наиболее важной работой является большой фриз мюзик холли имя мендельсона в нью-йорке музыка и танец 1895 год его работы пером и тушью для журнала century привлекли широкое внимание как иллюстрации книги сэра эдвина арнольда дочь японии нарисованная блюмом и уильям джекобом бэром была украшением обложки скрибнис магазин за май 1893 года и одним из самых ранних образцов цветной печати для американского журнала был поклонником мариана фортуни чьи методы в некоторой степени повлияли на его творчество венецианские картины блюма обладали живым шармом и красотой 1893 году выставил аммию в академии и был избрал действительным членом на основе этого полотна главный покровитель блюма альфред корнинг кларк наследник крупной компании заказал два полотна длиной 50 футов высотой 12 футов для авансцены зала мендельсона центре нью-йорка которую построил для размещения знаменитого хорового клуба имени мендельсона роберт фредерик блюм умер от пневмонии в своем доме нью-йорке 8 июня 1903 года возрасте 45 лет но так вкратце из переводной википедии о американском художнике роберте фредерик блюм пока-пока до свидания смотрим работаем